Мечта детства Наталья Арейра родилась 19 мая 1977 года в Уругвайе и с раннего детства говорила всем, что хочет стать актрисой. В 1985 году ее отправили на курсы актерского мастерства, с 12 лет она снималась в рекламе, а в 16 отправилась в Буэнос-Айрис покорять киноиндустрию. Вскоре она получила первую эпизодическую роль в фильме «Непокорное сердце», который сыграл в ее жизни очень важную роль. С 1994 Гуарджон Мус по 2000 год Арейра встречалась с актером Пабло Эчарри, который был старше ее на 8 лет. Они познакомились на съемках «Непокорного сердца» и больше не расставались. На время их романа приходится и взлет карьеры Натальи. Ей дали роль в фильме аргентинец в Нью-Йорке, который собрал немалую кассу в странах Латинской Америки. А потом ее заметил продюсер Густаво Янкелевич, он предложил роль в сериале «Дикий ангел» и запись успешного музыкального альбома Наталья Арейра. Работы было много, но и популярность Натальи вышла далеко за пределы Уругвая и Аргентины. Благодаря «Дикому ангелу» ее узнали и полюбили в России. А за кулисами славы было неприятное расставание с Пабло, после чего они снова сошлись, чтобы вскоре расстаться насовсем. Впоследствии Ичарь женился на актрисе Нэнси Дупла и стал отцом два их детей. В 2001 году Наталья познакомилась с Рикардо Молье, фронтменом группы «Дивидидос». Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, роман вспыхнул быстро, и уже в начале 2002 года влюбленные сыграли свадьбу и сделали татуировки на безымянных пальцах. Арейра призналась, что муж помог ей победить депрессию из-за расставания с Пабло и Чарри. 26 января 2012 года Арейра родила сына, которого назвали Марлена Таольп. Осенью 2015 года певица неожиданно для всех ушла от мужа к актеру Бенхамину Викунье, с которым познакомилась на съемочной площадке сериала «Среди каннибалов». Влюбленные на экране перенесли роман в жизнь. Викунье предлагал им обоим развестись, но Наталья в итоге не согласилась. В январе она вернулась к мужу и сыну, которые радостно приняли ее обратно. С тех пор в семье царят мир и покой, а Арейра играет в новых сериалах, записывает песни и гастролирует по всему миру. Как и многие певицы, наделенные отличной фигурой, Арейра любит эпатировать публику своими нарядами. Например, в сентябре 2016 года на премьере фильма «Джильда». Я не жалею об этой любви, она появилась в облегающем полупрозрачном голубом платье. Другой неожиданный наряд Наталья надела в марте прошлого года на концерте в Москве, она вышла на сцену в телесном прозрачном боди и накидке, расшитой стразами. Наталья Арейра вообще любит выступать в России. Летом 2018 года она исполнила песню United by Love, посвященную чемпионату мира по футболу, и частью ее наряда стала меховая шапка. Зимой того же года она сняла в подмосковной Балашихе клип ту Раша Вислав, примерив на себя, настоящий кокошник. Певица даже попросила у Владимира Путина российское гражданство, но информации о том, получила ли его пока нет. Фото Лиджин Мидиа, Ист Ньюз, ГТ Имиджес, Инстаграм.